Задача 77372. Найдите корень уравнения. Дробь в числителе х плюс 8 в знаменателе 5х плюс 7 равна другой дроби х плюс 8 в числителе в знаменателе 7х плюс 5. Заметим, что у данных дробей числители равны. А две дроби равны. Если равны их числители, то значит должны быть равны их знаменателе. То есть при равенстве дробей, если числители равны, то и равны знаменателе. Это значит, что можно записать равенство знаменателе. Перейти к равенствам знаменателя. 5х плюс 7 равно 7х плюс 5. И при этом нужно не забыть, дроби равны тогда, когда они существуют. То есть это значит, что знаменатель каждой из них не обращается в ноль. То есть не равен нулю. Поскольку мы уже записали равенство этих дробей, то нам достаточно будет потребовать, чтобы хотя бы одна из частей данного равенства, то есть левая часть либо правая часть, не была равна нулю. Этого будет достаточно. Предположим, давайте возьмем знаменатель первой дроби. То есть тогда мы должны в систему дописать, что 5х плюс 7 не равно нулю. Этого будет достаточно. Почему? Потому что если у нас 5х плюс 7 не равно нулю, то есть левая часть не равна нулю, но левая равна правой, значит и правая будет тоже не равна нулю. Таким образом, этого достаточно. Далее. Решаем первое уравнение. Переносим иксы, ну предположим, влево, а числа вправо. Тогда у нас получается 5х минус 7х равно 5 и семерка пойдет вправо со знаком минус. То есть получается минус 7. И давайте сразу вот это решим. То есть если кому-то не нравится решать с неравенством, может временно записать равно нулю, решить, а потом это значение исключить. Разницы нет, как мы будем оформлять. Но мы так будем. 5х оставляем слева. Число 7 со знаком минус переносим вправо. То есть получается не равно минус 7. Далее. Тогда 5х минус 7х. Это будет минус 2х. Минус 2х. Равно 5 минус 7 минус 2. 5х не равно минус 7. Делим обе части на 5. Отсюда х не равен минус 7 пятых. В первом уравнении делим обе части на минус 2. Тогда получаем, что х равен 1. Минус 2 разделить на минус 2 будет 1. Ну а второе можно переписать. То есть х не равен минус 7 пятых. Можно даже не делить. Просто оставить так. Хотя 1,4 можно было написать. Х не равен минус 1,4. Но это роль не играет. Итак, у нас получилась единица, которая удовлетворяет вот этому второму условию. То есть да, действительно, это не минус 7 пятых. Это единица, значит она удовлетворяет второму условию. А значит, эта единица как раз и является корнем данного уравнения. И теперь нужно в ответ записать число 1. Пишем ответ. Ответ. Задача решена. Ответ. Ответ. Продолжение следует...